Что-то мог ответить-то. Побросали мужиков, половина голая, лежат никому не нужные. А там вонь женская сбила их, разум сбекренила. Мы пришли с великой миссией рассказать о любви Божией, что на землю сходил Господь Иисус Христос и умер за грехи людей, и зовет всех к покаянию, и воскрес для нашего оправдания. И поэтому люди, которые верят во Христа, они даже не помысят, что здесь делается. Содом настоящий в 21 веке. А блудники царствия Божия не наследуют. А Христос умер за грехи людей, зовет к покаянию. Кто кается, он будет спасен по благодати. Поэтому спрашивают, как дела? Да ведь дела мои кому не нужны? Дела с Богом всегда, а без Бога всегда. Вот и весь сказ. Давно к Богу пришли? Как? Давно живете с Богом? Да, с Богом живу давно. В два года, как уверовал, до 23. Знал Бога, боялся греха. А в 23 года получил Евангелие в руки. И 57 лет иду с ним в руках. Мне 81 год. Ну да, судя по всему. Ну, очень, как сказать, для вашего возраста очень светлые мысли. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. А как называется? Потеряевка. Алтайский край. Алтайский край, Потеряевка. Ну, спасибо, я обязательно информацию поищу. А вы хотите информацию получить, так вы возьмите ключ, я вам дам к информации. Запишите. Диктуйте. Нет. Игнатий Лапкин. Два слова. Напишите, я проверю, правильно или нет. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий. Я сейчас, сейчас, сейчас. Игнатий Лапкин. Вы будете этот день благодарить. За всей вашей жизни такого дня не было. Игнатий Лапкин. Я прочитаю сейчас, посмотрю, правильно или нет. На меня. Пошлите эти цифры. Буквы. Канал во свете Библии, открытым оком Игнатий Лапкин. О, канал. Да это не просто канал, это море. У нас 18100 роликов наших. Представьте где. Ну, я... Спасибо, я обязательно... Так, а если вы пожелаете больше узнать, Игнатий Лапкин в Скайпе. Такая система разговаривает. Я в Скайпе 11 именем. И скажите, мы встречались в рулетке поганой. И я вам тогда сразу все скину. Все данные. У меня сайта большой, сайт. И сейчас сайт во свете Библии Игнатий Лапкин. Сайт. Через Гугл. Там 41 книга. 41 книга мои, которые вышли. 38 томов. Как я в университетах занятия вёл. Как бы тут одну книгу освоить в Библию, понимаете? Вы знаете что? Вы если зайдёте, вы увидите. Такого нигде в интернете нету. Вот Господь Бог, которому я жизнь посвятил. Он мне положил на сердце 38 томов подарить библиотеке. Один комплект 38 томов. Это не брошюры. Каждая книга 752 страницы. И 64 страницы цветных фотографий в них. Шитые, неисклеенные. И подарить библиотеки. И мы проехали из Барнаула, Алтайский край, до Владивостока. Команду составили. И в библиотеках везде дарили. А потом дошли до Лиссабона, Португалии, всю Европу. Прошли в Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Хотя пенсия у меня за 35 лет трудового стажа на сегодняшний день. 8141 рубль 33 копейки. Ну, примерно, 118 долларов. И ни разу голодный не ложился спать. Понимаете, это Бог сделал так. Вот если вы зайдете, Игнатий Лапкин, по скайпу, я вам скину. Там у нас большой форум. Спасибо вам большое. В Mail.ru. Вот, в Mail.ru. У меня там 24 тысячи фотографий наших. Фильмы о нас сняты в государстве, занявшие первое место на международных киноконкурсах. А мы ничего не знаем. Это Бог делает через нас. Это Господь Бог. Нам тут ничего нет. Спасибо, я не рад, что постричал вас. Так, вас как звать-то? Звать как? До свидания. Вас как звать? Помело свое. Так, мы находимся на Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Мы пришли сюда с великой миссией. Самой большой радостью, какая людям может быть дана. То, что мы узнаем из Священного Писания. Что Иисус Христос был распят и воскрес в третий день. И теперь дарует спасение всем, какой бы ни был грешник, даром, если он обещает никогда не возвращаться на старую блеотину. В Евангелии от Марка написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вместе с сатаной в огне гореть бесконечно. Мы можем ответить на ваши вопросы. Дать ключ к нашим огромным ресурсам. Вот у меня канал «Восвете Библии» называется. Там 18 тысяч 100 роликов наших. Наших, не чужих. Как мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта нет. Ни одного развода. Вы увидите там 475 роликов про наш детский православный лагерь «Стан». Я начальник его создал. Тысячи детей подняли без помощи государству. То есть конкретный вопрос, называют «проблема», я это слово исключил из лексикона. Нерешённый вопрос. А расскажи, ад существует? Да, существует. Существует. И когда людям трудно, они говорят, я нахожусь как в аду. Но это не понимают они. В аду нет покаяния, а здесь можно покаяться, получить прощение. Воды там нет капли, а здесь воды море. Значит, сравнивать с садом неразумно. Евангелие от Луки, 16 глава, говорит. Богач, когда умер, который угнетал, олигарх современный, в аде, будучи в муках, в огне, он поднял глаза свои и увидел Лазаря на лоне Абрама. И просил каплю в аде. Бог всегда был, и есть, и будет. И вы можете... Никаких чудес света других нет. Иисус Христос сказал, одно чудо вам будет известно. Как Иона был проглощен китом, три дня в утробе кита был, и живой проповедовал в Неневе. Так, Сыну Человеческому Иисусу Христу надлежит быть убитым, три дня лежать в огробе и воскреснуть заново. То прообраз был. Другого чуда нам не надо. Если я в это верю, значит, нас всех воскресит. Все умершие воскреснут до единого человека. И будет страшный неподкупный суд. И одни пойдут налево, в ад, в вагоник саданой. Так, мы договорились, чтобы не ругались, только... Нет, нет. Что-то вас... Что-то вас так. Ну, крестик носите, это хорошо. Но только надо жить, соответственно, тому, кто распятый на нем. Понятно. Все, спасибо. Так, вы заходите на наш скайп, называется, скайп, Игнатий Лапкин. Я один. И вы сразу меня найдете. Я там скину материалы. Скажите, чтобы рулетки встречались. Скайп, Игнатий Лапкин. Два слова. Как вас звать-то как? Сергей. Сергей. Это, Сергей, знаете, это почтенный. Такое имя ваше удивительное. Соответствуй своему имени, Сергей. Да благословит Господь на добрые дела и на уверование. С Богом. В каком условии, чтобы вы не матерились, не ругались? Не ругаемся. Это не вопрос вообще. Все, прекрасно. Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Православный проповедник. Игнатий Тихонович. Ну, вам достаточно. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Скажите, вам этих данных, достаточно данных моих? Я к делу перехожу. Зачем мы здесь, в этом месте разврата? Затем, чтобы возвестить волю Божию. Что делающие то, что здесь делается, будут осуждены в ад, в гиенну. Мы говорим, самая большая радость людям, что Иисус умер за наши грехи. И в третий день воскрес. И теперь зовет всех к покаянию. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. И успокойтесь. Найдете покой душам вашим. Мы и так смотрели? Так, повторите. Я про Библию говорю. Это Библия. Библия. Я вот иду этим путем с Библией в руках 57 лет. Так, то есть сколько вам было, когда вы начали идти? Знаете, у меня как бы есть переходной момент. Я родился в старообрядческой семье, кержаки называются. И мама моя говорила, нельзя пионеру вступать, комсомол, плясать, пить, курить, материться и с женщинами дело иметь. И меня Бог от этого спас. Но уже после армии я боялся этого делать. Я верил в это, что будет суд Божий. И когда я вернулся из армии, 23 года было, 1962 год. Мне идет 81 год. И мне в руки дали Евангелие. У меня все было готово. Меня не надо было уговаривать. Я сразу поверил. Я работаю на корабле, учусь в бареходном училище. Я здоровый, крепкий, деньги. Все у меня есть. А внутри пустота. Я томлюсь от этого. Я не знаю. Вот когда спрашивают, кем ты хотел быть? Ребенок маленький. Кем он хотел быть? Ну, там, артистом. Я знал, кем я буду. Уже пять лет я знал, кем буду. Я хотел быть алкоголиком. Твои мечты разговаривались. Ну, вы сейчас пока не пейте, я коротко расскажу. Вам, может быть, потребуются большие ресурсы наши. Вы два слова запомните. Игнатий Лапкин. В скайпе вы меня сразу найдете. В скайпе. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, а вы, ну, вот когда в чат вступаете с людьми, разговариваете с нами. Вот, ну, мой, мне интересно, вопрос просто. Вы интересуетесь людям? Нужно это? Не просто интересуюсь. Я живу этим. Живу. Нет, то есть. Я имею в виду. Люди, с которыми вы разговариваете. Я сейчас говорю. У нас две общины созданы. Люди, которые пришли через интернет, через мою проповедь. Как сегодня говорят, тысячи людей пришли. Как пишут об этом. Вот вы зайдите на наш Ютуб-канал. Ютуб-канал мой называется «Во свете Библии». И там у меня 18100 роликов наших. И как люди обращаются. Я как в пяти университетах одновременно вел занятия. Как у меня вышли книги 38 томов. Подождите, а в каких университетах вы вели занятия? Город Барнаул. Одновременно вел занятия во всех отделах милиции. В краевом и городском УВД. Во всех воинских частях, заводах, фабриках. Еженедельно три радиопрограммы. Одна онлайн. А что за занятия? Что вы преподавали? Ну, в первую очередь, а география. Второе. Мировое искусство. Далее. Ответ на все вопросы. Политика, экономика, социология. Это мои предметы. Давайте про экономику поговорим. Сейчас не об этом. Я вам хочу сказать о Христе. Чтобы людей заинтересовать, я рассказываю о своей биографии. Вот вышли у меня книги. А теперь Бог положил мне на сердце. Я же молюсь. Я не просто верующий, а молюсь. И Господь положил мне на сердце подарить книги. 38 томов. В библиотеке. В библиотеке. Не пейте. Так. Хорошо. Вы запомните. Если в скайпе зайдете, Игнатий Лапкин, вы меня найдете. Я не могу разговаривать. Вы пьете. Хорошо. Запомните два слова. В скайпе вы меня найдете. В скайпе. Игнатий Лапкин. А если вас в свете Библии зарядите, то это будет Ютуб. Все пока. Скажу, для чего мы здесь. Мы пришли с великой миссией. Рассказать о самой великой радости на земле. Что Иисус Христос, спаситель мира, умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И сегодня любой может склониться, попросить прощения. Иисус простит по благодати. Не по делам закона. Так я в церковь вхожу. Сейчас надо. У вас какие-то вопросы о душе, о вечности есть? Да, нет. Нету, да? А вот неинтересно вот слышать. А вот кто-нибудь не переключает? Погромче говорите. Ну, типа, кто-то слушает насчет этого всего? Или переключают? Вы голос повысьте маленькую. У вас в хорошем уровне вечности. Не хотите, да? То есть полное отчаяние. Тут-то ничего нет, кроме разврата. Тут и красятся женщины, и мужчины. Занимается безобразно. И за все это после смерти придется отвечать перед Богом. Хотя и в этой жизни уже наказания достаточно. Вот если бы вы желали, я бы вам многое мог рассказать. Что наши знания идут из вечной книги, которая называется «Святая Библия». Смеха никакого нет. Люди, которые писали Библию, не были писателями-фантастами. — Подождите, потихоньку. Вот если хотите больше узнать, вы сейчас выключитесь, сразу отключаетесь. Я уже вас всех знаю тут. Так вот, вы запомните два слова, когда протрезвитесь. Игнатий Лапкин, это я. И вы в скайпе меня найдете. И скажете, я был в наушниках, в чат-рулетке. Игнатий Лапкин. Больших ресурсов в интернете нет, как у нас. Я вам дам. — Я закончен атеист. — Ну, законченный грешник, атеист. Атео, это значит, против Бога идёшь. А Бога не это. Против кого же ты идёшь тогда? — Нет. — Как нет? — Нет. Понятия разные немного. — Ну, что, ладно. Сейчас ваше состояние какое? Нормальное? Вы как обкуренные. Болтаетесь, сидите. Я с вами разговариваю, вы мне во внуки годитесь. А вы даже сидеть правильно передо мной не можете. — Как это? — А хотя не знаете, с кем разговаривать. А я сижу прямо. — Восемьдесят первый год мне. Так, всё пока. Всё? Всё до лучших времён. — Я... — Yeah.